Всем привет, друзья! Мы играем седьмые герои, дополнение испытания огнем, проходим кампанию северных кланов. У нас первая миссия и третий эпизод по данной миссии. Второй эпизод мы завершили на том, что захватили город темных эльфов. Давайте посмотрим, что в нем есть. Тридцать второй уровень. Все существа, кроме... хотя нет еще минотавров. Нету минотавров и нету гидр. Гильдия до третьего уровня поставлена. Огония коллапс. Специализация тьма изначальная. Доступен еще и четвертый уровень гильдии. Поставлена здесь также гильдия воров. Полезная информация для нас. Количество городов. Клан Осколки Ночи, город, который мы только что забрали, остались без городов. Осталось у них два героя. Соответственно, забрав их, мы исключим одного из противников. Гарнизон Ринникона. Есть один город и у них два героя на карте. Тут можно купить артефакты. Наверняка сборники переходят. Здесь артефакты гномов есть. Но посмотрим. Если будет позволять ресурсы, я думаю, что мы потом прикупим немножко артефактов. В комментариях обратили внимание, то, что есть. Посоветовали обратить внимание на камень знаний. Камень прозрений, который дает 10 тысяч опыта. В дополнение, помимо стандартных камней, которые дают 1 тысячу опыта, добавили также другие камни. Они разного цвета. И дают большее количество манны. Хотя здесь такой же. Вроде как должны быть разного цвета. И 25 тысяч, 50 тысяч есть камни. По-моему, даже 100 тысяч есть камни, которые опыта дает для героя. Первого уровня 10 тысяч. Это, наверное, будет уровни 5. Так, смотрим противника. На переходе здесь промелькнуло несколько героев. Герой клана «Осколка ночи» без армии. 33 очки перемещения. Видимо, артефакт какой-то у него есть на ногах. Либо посещены какие-то бафы сильные. Это один герой. Это герой гарнизона Ринекона. Где-то еще был. Так, это темная буря. Это второй герой последней клана «Осколка ночи». В принципе, да. Не знаю, мы еще где есть другие противника. Противники. Армия в городе самому выкуплена. Но мы получили вместе с городом дуэлинг, которым не выкуплена армия. Давайте их выкупим. Пускай они в городе стоят, чтобы слабый герой не смог забрать город безвозмездно. Сама ослаук пойдет за темной бурей. Не столько для того, чтобы уничтожить. Я хочу посетить то-то строение. Для того, чтобы повысить уровень магического навыка нашего магии воздуха, догнать до знатока именно за счет не затрат очков при повышении уровня, а за счет внешней повышаловки. За взятие города мы получили доп. Опыт. У нас одно очко нераспределенное. Давайте гранд-мастера огня докачаем. И пойдем за темной бурей. 22 у нее, 27 у нас. То есть мы будем походу ее догонять. Ловчих, ловчих. Отлично, на автобой мы пробили их. Хатар, хатара. Неплохо бы, наверное, сводить сначала камню просвещения, который 10 тысяч дает. Это мы сможем делать через портал. Он еще... Он не был в городе, когда мы поставили городской портал. Там он в этом городе его изучит. Хегерт. Повышает магию. И тоже в эту часть он идет. У него уже изучен возврат город. Этот город будет ближний для него. Так, нет. Он ближний, но в нем не поставлен сам портал. Строим портал. Теперь хегерт перенесется в нужный нам город. Получая эту новую заклинание. Без армии он у нас совсем. Давайте тоже ему парочку юнитов купим. Пока. Строим здесь горн. Чтобы можно было переплавлять ресурсы. Маловато у нас руты. Да. Кидаем заклинание на рутник. В лиге теней кровь поставить. Прирост медуз. Не хочется мне уходить в армию их. Укрепление. Может быть, позже мы поставим. Если мы наведем на ретник, он видим, что доход 9000. Это означает, что у них построен Грааль. В этом городе. Слизоасхи. Для седьмой версии. Буря возвращается. Пытается пробить. Главная у него небольшая. Без магии, без поддержки магии у него это не получится. Тут наши башни разобьют всех. Можно было тогда, конечно, и ровно ставить. Продолжение следует. Продолжение следует... Постоль 、、 climate change music. Продолжение следует... 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 количество золота и ценных ресурсов вот кстати у нас здесь руда-то валяется что у нас тут по заклам 20 очков единиц так кстати новый нейтрал нужно его пробить чала хатара надо подземку портануть для этого нужно выучить заклинание теперь этим стать город поменять портал здесь должен быть построен да он отстроен и по логике ближайший город облик как раз это под землей вот он нет не получается мне попасть куда я хотел похоже придется туда бежать ногами ахекерт пробежится до жрецов посмотрим описание существ элитное существо двадцать шесть жизней приличный урон прямая стрела 17 инициатива стрела коллапса существо атакует цель в дальнем бою все существа на расстоянии до трех клеток притягиваться и разворачиваться ее направлением дистанционная атака игнорирует 25 процентов цели 25 процентов защиты цели 17 урон достаточно большой под сотню каждая будет дамажить не хочется мне с ними биться гномы что у нас по навыкам по навыкам у нас ничего нету среднее давайте займемся разменом будем единички расставлять и их сливать помогут нам немножко еще машины плюс сам герой равновесие у него есть пока не бежим сейчас будем накидывать как это называется щит от ауры руны фортуны под сотню урона не обещают нам закрываем своих свои основные отряды будем уже атаковать следующий ход дальний бой не достает снимаем ответку со спины нам надо атаковать денежки просто в принципе можно отвезти отряды 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 смотрим чтобы до нашего элементаля лавы не все доставали каменная кожа вот здесь вот второй отряд не достанет хорошо забрали мы один отряд денечкой этот можно отманить чтобы он ушел назад сместился чтобы мы с одним разбирались тайн защиту этого тоже мы одиночку отдаем отлично пошел жить с аромой ломать как я в принципе и хотел чтобы он на него согрелся и и всех убираем сейчас будем просто жить составлять и Продолжение следует... 24 хп... Разделение урона... Кидаем, что могут и... Забрать... Хотя он в защите... Разделенный... Урон... С элементарь лавы... Погибнет... Отлично, щит накинули... Еще на ловушку попал, отлично... Основной стэк... 15... 15... 10... 16... 18... 18... 20... 20... Продолжение следует... 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 120 122 как этот сгорает эти двое надо нанести небольшой урон получаем знатока воздуха перенос знать нет девятка и мы можем четвертый уровень изучать и идем мы вот сюда гильдию магов сумрачная сталь кристаллы магия огня против них будет не очень эффективно будет половина урона все наносится все у них немного хп полный амон полный амон к магии нормально недостаточно урона не сильно наносит что собрать тянусь что все таки у нас заберут не успел я рону фортон активировать так бы щит бы поглотил бы урон придется восстановление кидать амон 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 Да Ещё один Орлин получили выучили все заклинания которые в данной гильдии доступны на слуг пойду за раннической скатулкой хатар здесь не посетил здесь тоже не посетил пока сбегает сейчас у нас будет где-то сам площадное восстановление беру я денечку убираем до основного стэка что не утравление все равно что он будет получать урон единичка погибнет зря в данном случае плохо что поле длинное нам будет нанесен урон ядом плюс манна у меня нету манны для заклинания хотел площадку кинуть лечение подходим так чтобы следующий ход можно было врезаться в бой а а а а а а а а кидаем щит фортуны все забираем нужная нам руда следующих он до сюда дойдем дождем армию денег мало смотрим его параметры какой лучшему магия 1 знание 3 ну давайте балансировать силу магии увеличиваем руда руда в принципе прирост можно сделать тоже опять руда казначейство а слог х1 уровень есть можно бросить очки в атаку по застройке ничего критического нету но драконий крови не хватает на шинтерейские титаны существа которые по 300 регенятся но эти пицца 40 очков у нас есть огненный страж призывает выбранную свободную область 800 единиц здоровья атаку в течение двух раундов действует заклинание или пока не будет уничтожено каждая атака наносит цели 550 558 урон от огня давайте его сразу поставим заблокировал титана с одной стороны посмотрим на это новое заклинание не блокирует он позволяет ему кидать прямая стрела смысла стоять нету и у нас руническая шкатулка кольцопроводство плюс 5 инициативы у нас есть плюс 10 понятно берем золото пробивать нет либо хеггер там идти под землю воевать мне надо два уровня чтобы можно было использовать это строение похоже берется побиться для начала с фениксами не будем можно с этими тоже стрелки артефактами надо поделиться десуночную сталь на выложить чтобы она начала работать плюс 10 инициатива атаку магию в принципе все по 15 по 15 по 15 по 16 по 15 по 16 по 16 по 16 буду делать ставку на воителей было бы неплохо вот таки прокачать плюс один урон и сразу бы стали бы существа колоссальными пиццами 14 манна есть у нас на 1 восстановления на навесе Неплохо, неплохо пока Еще не было рукопашки, один отряд уже уничтожен почти Инициатива побольше Удар будет со спины, по 200 Может быть, наверное, лучше атаковать этот, этими единичками прикрыть атаку Да, так мы и сделаем, поставим две единички, чтобы не получить от пятнашки удара Отлично, по-моему, как раз нужные два уровня мы получаем Берем огонь Оковненной стрелкой, наверное, мы не будем пользоваться Поэтому также возьмем снижение манны И теперь уровень знатока можно получить в Академии Тайных Искусств 14 манны Можно попробовать и птичек пробить За счет как раз воителей Тогда нужно было брать нападение и боевое безумие Потом уже как раз на них бы опыта нам хватило еще на два уровня Просто не очень хочется туда-сюда бегать Идем в город Горную построили Где у нас тут преобразователь ресурсов И нам нужна драконья кровь Попробуем Очень выгодно, кстати В следующий раз должна быть драконья кровь Но у нас еще есть один день Можем подождать Хатар сюда У нас порталится В основном мы строим казначейство Следующий ход Будем В одном городе Мы поставим Поставим дом гигантов Еще один герой бежал Из гарнизона Опять строим Хеггер, хеггер Ломать, не ломать Это будет размен Попробуем Пять птичек Тысяча хп примерно Убираем Их Потеряем Почем зря Основная ставка у нас Навоителей Отличная инициатива у них Почитаем про этих птичек Три-четыре инициатива Скорость Десять Аура огня Не восприимчива к эффекту магии воды Дружественные существа Не восприимчивость к магии огня Перерождение Разбой Полностью уничтоженный отряд Возрождается с половиной изначальной численности Понятно Мы убиваем И появятся две птички Жицы у нас будут наносить только половину урона Счет того, что у них урон магии огня А у них к этому урону эймон Сразу реген кину Не знаю, что птичка разбернула спиной Самое приятное, что у нее нету дыхания дракона Допустим, она не пробывает сквозь Так остыло Да, тогда он сможет подобраться к жрецам Бьем так, чтобы их прикрывать Пятьсот урона мы отхватываем Очень неприятно Раз мы ее развернем спиной к себе Пятьсот урона делся природилась и всего одна на исцеление нам не хватает еще два уровня мы получаем можно огонь, но у магии пока у меня нет эту, которую можно было дамажить сюда-сюда или как-то по-другому у меня ходы заканчиваются пойдет он у меня под землю даст армию лаук не потратил очки в принципе у меня и ход закончился знатока огня мы получаем лечение инициативы давайте руны инициативы здесь нападение основы пока не будем заходить у нас конец недели поэкономим денежки наверное следующий ход мы это сделаем и строим гигантов вот здесь мы построим их читаем о них информацию ок урон у них огнем идет защита атака 5 перемещение 14 инициатива обилки кровь вулкана существо не восприимчиво не к нитиным заклинаниям магии огня атаки основанные на магии огня могут уничтожить не более одного существа за раз уязвимость к магии воды получает больше урона от магии воды пока что ничего интересного рукопашный боец улучшенное существо уже стрелок прямая стрела и добавляется две обилки бросок молота отряд наносит противнику урон в дальнем бою с бонусом плюс 10 к атаке бросок молока молота наносит полный урон с любого расстояния можно использовать один раз однако если в отряде погибает существо навык снова становится доступен молот арката все отряды и средства поддержки расположены в непосредственной близости от цели которую существо атакует в ближнем бою получает 50 процентов от нанесенного существом урона в виде урона от магии огня не работают при контратаках то есть будет сплэш от удара и судя по описанию урон будут получать как дружественные так существа так и существа противника что нам надо чтобы его улучшить то есть в принципе если щехот мы это можем сделать чтобы он сразу был на стрелком а по стоимости пять тысяч следующий день у нас будет два нужны нам денежки честно говоря и было бы неплохо поломать вот эти два строения утопия дракона и шантирийские руины для этого я как раз ослаук оставил здесь мы следующий ход будем выкупать армию и ломать наверное утопию драконов начнем с нее у хатера есть машинки так выкупил я одного гиганта сможем ли мы затащить в книжке что у нас есть ничего полезного попробуем попробуем 17 14 колечко не хватает даже нафтобой побеждаем хорошо получаем новый уровень не тралла убрать не будем пока нас переход недели может они немножко прирастут слоу пока подбивает ресурсы воителя воителя отдадим им двух воителей здесь конечно сложнее все не сплэш будут бить не знаю как получится попробуем так хотя у нас конечно есть стена огня смотрим еще раз русалок больше урона от воздуха иммун к воде и урон по площади 3 на 3 начинается это на в в в в в в прямой выстрел все понятно о о Успеет ли мне Хатар передать армию, чтобы на следующий ход атаковать? Наверное, не успеет. Будем туда присоединять. А как они еще не бесплатно присоединяются? Они за деньги. И немалые хотят. Рост существ. Плюс 2 жреца рун. Казначейство здесь у нас стоит. На фосхеме не стоит. 10% от денег. Это мы получим полторы тысячи прибавки. И нам еще нужны ресурсы для выкупа ударной армии. Еще огненного гиганта. Наверное, ничего я не буду строить. Не будем лечить прирост. 8000. Там просто у нас не будет средств для выкупа. Так, армия не выкупленная. Что я поставлю, не очень затратная. Затратная. Хатер станет. Давайте выполним задание. Завершаем ход. Крепкий щит. Нам его так просто не пробить. Его магия слишком сильна. Нужно поискать что-то побольше. Что-то побольше? Дружище, ты только что подал мне идею. Двигай к оставшейся пушке. Обновляется наше задание. Решающий момент. И уже предлагают нам восстановить третью пушку. 10 звездного серебра и 10 кристаллов драконьей крови. Пушка находится вот здесь. 4000 у нас денег. Денег. Один день, а нам надо атаковать сейчас уже. Ну, хотелось бы, вернее. Нанимаем дис. Можем также улучшить, что нам даст дополнительный щит и скорость у них будет повыше. Так, тут кроме прироста жрецов урон и чемпионов нечего строить. Надо мне один уровень, чтобы в знатока уйти. Тоже ликвием. интересно мне кузницу зайти по моему надо 5 артефактов да взорлата можно костить нет у нас рано ударных стеков и к этому еще нет у нас манны так бы у них штраф страж всего уроном бы неплохо зашел надо нам манну установить сначала потом можно будет атаковать где у нас тут есть восстановление манны узнал нити недалековато хотя опять же вот эти вот артефакты нам желательно прихватить под землю тоже ничего особо нету нам бы туда пойти для изучения подземки опять же вот эти вещи выполнить если мы протонемся хаттером займем на у нас слог суда прилетит и здесь как бы будет поближе давайте попробуем руду заодно поднимем главный город мы перенеслись а хеггерт получает навык повышает навык огня уже четыре знания стеночка у нас здесь идем подземку лечим производство руды отлично мы достаем теперь можно и попробовать мне бы хаттером вот эти вещи пробить чтобы уровень поднять для этого мне нужна армия смотрим куда слову кинет отлично можно пока сбегать и следующий ход мы успеем вернуть эту армию два уровня на в том берем фуражера и магию огня следующий ход будем шахту кузницы крови отбивать хеггерт сундучки на золото нанимаем амин гидру и бежим к камню здесь построено нужно прирост только поставить просто это прирост и тех понятно два уровня мы получаем знаток земли знаток земли и обилку в огне у него гидры которая регенится плюс у нас еще рунический камень лечения второй бы нанять было бы вообще здорово на вот получили мы достающий ресурс давайте вторую возьмем гидру у нас кстати здесь квестовое задание рядом идем освобождать героя потеряем гидру на автобое вставляем две не фокусирует огонь бьет в разное ну и следующий ход мы достаем до противника вставляем вставляем и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...